А тем временем в Ангарске продолжаются профилактические рейды по предприятиям общественного питания и косметических услуг. На момент проверки заместителя мэра округа в одной из парикмахерских и мастер, и клиент находились без масок. Ангарск сегодня по вашей вине, по всех, человеческой вине распространяет эту инфекцию и подвергаем опасности наших детей. Вы не знаете где, получите ее. Напомним, салоном красоты можно осуществлять свою деятельность, соблюдая все меры предосторожности. Прием клиентов строго по записи. После каждого визита санобработка и обязательное использование масок, перчаток и антисептиков. Про это все буквально забыли в соседнем баре. Предприниматель только при появлении проверки надел маску. Комиссия взяла предприятие на особый контроль. В следующий раз бару грозит закрытие на 90 суток. Вы же так просили открыть бизнес. Открыли бизнес? Почему не соблюдаете рекомендации, которые они у нас не дали? Да что вы соблюдаете? Покажите. Данный косметический кабинет работает по записи. Расписание опубликовано в интернет-приложении. А маску снял клиент, поскольку началась аллергия на ногтевую пыль. Все бы ничего. Вот только из-за таких мелочей можно невольно стать очередной жертвой опасного вируса. Люди почему-то именно на этом этапе расслабились до того, что они считают, что все вообще в жизни хорошо. Что сегодня нет опасности заражения. Что сегодня это проблема, острота этой проблемы ушла. Но это далеко не так. Сегодня внутреннее распространение инфекции очень мощное и просто быстротечное. Если мы буквально вот сколько времени, недели две-три назад мы жили более-менее стабильно и спокойно, потому что встречая людей из других территорий, которые угрожаемы по инфекции, мы удержали эту ситуацию. Но на сегодняшний день наше население, оно просто вот своей беспечностью, своей вот такой вот, ну, наверное, безалаберностью, оно просто поражает. На сегодня в Ангарске зарегистрировано 360 случаев заражения COVID-19. К сожалению, цифра только растет. Так же, как беспечность граждан. Остановить пандемию можно только с помощью личной ответственности каждого и соблюдения всех мер предосторожности.